приветствую вас дорогие друзья меня зовут виталий он же муанка мы продолжаем проходить игру в стиле восьмидесятых огни светлов ска скорее всего она так переводится так нам там дяди сашку ты коробку принес огни светлого тра-та-та-та гарантия успехов он сверх плановой экономики ладно пошли посмотрим на коробку что там у нас на улице на улице прекрасная погода солнышко поют птички все замечательно опа червончик товарищ полюшевский коллектив предприятия т.с. один глубоко обеспокоен тяжелой болезнью вашей супруги и нашего хорошего друга тамары ивановны это светлый добрый человек который всегда приходит на помощь и не бросит в трудную минуту мы хотим отблагодарить все тем же примите от нас эту скромную денежную сумму собранную со всего отделения со всего отдела искренне и от чистого сердца желаем вам и на день ки сил а тамаре ивановне скорейшего выздоровления коллектив отдела снабжения т.с. один и лично товарищ краснов в.п. чё там 10 рублей по моему трешечка что ли зелененькая а чё такое с женой заболела наверно на перенервничала из-за того что на ее мужа дело хотят вы завести так а где коробка то собственно говоря у нас дел никаких нет а вот список задач рекорд видикте подаваешь ты время и видик будет да видик электроника будет у тебя скоро где и раз по а вижу 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 я к другу ходил видак смотреть ну там у него импортный был него брат с моряками общался у нас тут порт есть так установить антенну а где мне взять а где мне антену взять надо антену из кладовой взять из кладовой понятно ключи ты взял возьми сразу ключ о-то ходить туда-сюда по десять раз почему обвиняю типа что он воровал там что-то передавал какие-то данные про велосипеды бред какой-то так где антенна то а вот он вот она наша антенна на ключ не будем закрывать чатили как врубим два канала 1 2 его еще не включаешь включи вот что-то было же телефон парижский аэропорт орли алё ваша жена скончалась приехать в больницу и расписаться в акте заключения врачебной комиссии что возьмите с собой паспорт сегодня сокращенный день работаем сиропли вот это да это чё надюха блин дверь открывает мамка померла блин дура ты мне нифига блин младший лейтенант читает отрывки дневника кто такой этот виктор левчук каким он боком к этой семье да дай починаю девочка дай почитать прошел почти год как мама не стала а вот это а блин он живет в ихней квартире говорят время лечит но пока не заметила какое-то напряжение постоянно чувствуется даже когда я одна дома не так стыдно что мама узнала про мои посиделки в гараже до сих пор краснею когда вспоминаю вот же я дура стараюсь больше времени проводить на улице инга теперь живет в нашем районе их расселили и дали квартиру в пятиэтажке напротив на пролетарской 12 перевелась в нашу школу в параллельный класс потому что ездить в старую каждое утро было долго очень быстро влилась в коллектив стала душой компании мне кажется я бы так не смогла новые люди это всегда сложно со мной правда даже здороваться перестала ну куда уж мне лысый до такой звезды папа с заводского ателье принес крутой платок вышитый узорами такой арабский выгляжу в нем как афганская девка но мне даже нравится очень колоритно в классе сижу на отдельной парте после химиотерапии все думаю что я заразная что у меня мама заразила многие учителя того же мнения не вызывают к доске и как-то косятся вот вам и храм науки владимир ильич ничего зато не спрашивают сашка за этот год возмужал и стал больше похож на мужчину не знаю как я это приметила пару раз он поднимался до квартиры и звонил в дверь не смогла отказать гуляли в парке строители он читал мне стихи хорошо не свои его не смутило мое состояние за это очень ценю нашу дружбу или не дружбу не знаю может я была с ним слишком надменной и она раком болеет фига блин все равно непонятно чего они съехали что за херня такая дочитать страницы а все же уже слипаются надо отдохнуть ты блин почитал и сразу отдыхать и ложись давай спи дыхальщик чуть не ложишься то она эта комната этой девочки или ты в зале блин будешь спать на диване ночью там не прилег ну да ладно надя полюшевская 14 лет убирается в квартире 86 год 20 июля я чё-то не помню вот такую группу в мрак вообще не помню где она убирается протереть пыль сухой тряпкой разогреть борщ так а где тряпку без тряпки тереть бессмысленно да 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 где у нас тряпка а тут уже переделываться все здесь тряпка нет точно здесь тряпка ну пошли пыль протирать пойдем пойдем хорошо что там дальше было борщ подогреть в смысле а где еще пыль протереть не понял на подоконнике нет а вот она писала как раз ты пыль то про три или чё или где еще пыль протереть в зале пошли в зал сходим жалко отражение нет здесь пыль протереть на где на телевизоре а вот здесь то вот не чисто ну да ладно упа батарейка так тут не надо пыль протирать так еще не все где еще то ай блин что-то чешется где еще пыль протереть и йоканы баба тут так птички поют у них все время прям зачетно здесь пыль протереть еще где пыль протереть на холодильнике лучше сначала плиту разожгу давай были где спички бери так пускай пускай да блин где еще пыль протереть я чуть не догоняю я все протер уже на холодильнике не протирается где здесь наконец-таки ключ возьмешь принес из подвал помидоры где у нас подвал в гараже в подвале делать нечего да ёб макарёк где фонарик блин где в этом доме фонарик батарейка тут была она и не берет почему ты не берешь батарейку скажи а где фонарик то фонарик будем 200 лет искать фонарик в этом доме подожди я как мы пойдем тут у нас борщ подогревается давай выключим загорится так здесь нет фонарик где он может быть там его тоже нет борщ то выключить надо ты чё где фонарик то может быть в щитке что-то было ничего не здесь здесь тоже нет тут тоже нет не понял да здесь нет ничего пусто блин ну неужели принести батарейки были все батарейка я знаю где пошли за батарейкой пойдем батарейку возьмем борщ выключить надо я тебе говорю газ нельзя оставлять когда ты уходишь из дома закипит польется потушит газ огонь то есть газ будет продолжать идти все и взбил потом спичкой чиркнешь и полетишь на луну нельзя так нельзя здесь видимо можно ну вообще так нельзя делать вот нельзя и все поехали за помидор зачем нам помидор мы так борщ разогревая уже там уже есть помидоры в нем не знаю но значит нужно рассказано значит надо а так долго до гаража этика просто можно было раз и сразу возле гаража ну плохо москвич вон там стоял а сейчас тут стоит там москвич он их 412 блин помню помню я такие может джекс хочу такое я не могу туда зайти а где подвал тогда у вас я думал в гараже как обычно там погреб подвал нифига здесь что ли так f это хурор начинается так и где наш наша кабинка стой напряжение стою вижу вижу и гаси у вас блатной что ли отсек то что такое что-то ей хреново смотри голова кружится в гараж ходили когда за матушку играли не буду курить так живого что-то мне плохо и это также а ну правильно у рак то есть как детская что коробка из-под телека странно что никто из соседей еще ничего не спер так тут же на ключ закрыта как они сопрут а и у них тоже ключ есть я чуть не припомню у нас нет нету подвалов как таковых вообще у нас дома на сваях стоят на вечной мерзлоте но на материке у тетушки всегда отдыхал летом я не припомню чтоб там в подвале вот так вот хоронили банки какие то не было такого ну здесь наверное есть о хорошо сразу домой зашел даже на лифте не пришлось подниматься так и куда банку то сюда а ты шули варишь его да нет вот же чего скоро папа придет 5 часов я уже папа да я папа уже вот такой а вот и я так кто это жарко на 25 минут 12 очень не спишь ты папа так это сон походу снится я обязательно выйду отсюда это нам снится сон сто процентов это не свет в конце тоннеля были случайно гараж да не надо было тени слушать уж тем более курить выключите магнитофон грёбаный кебастос блин быстро крышка гробом и хоррор какой-то пошел бать чё там как привидение встал 10 минут 1 чё отец ох ёкарный бабай и куда же идти там я учусь не знаю зачем нам фонарик ёкарный бабай вот это да пойду наверх чё за херня стала происходить какая-то нездоровая херня ой прикинь опять здесь оказался а туда я не могу идти только наверх что за хрень какого чёрта тут начало происходить я понял мне наверх надо идти да вот она а вдруг не она да блин хоть сказали что надо сначала пройти а потом дверь открывать у неё чё реально гляну три часа всё будет хорошо доченька я тут у неё бред походу ну подставочка под тетради под учебники охренеть чё происходит блин почему всё в воздухе ну реально она бредит походу наверно это прогрессирует рак и зачем мне этот ключ всё уходим укоренеть вот это да психоделика пошла а вот и дело и матушка зовёт не иди ты же помрёшь сейчас плохо когда покойник во сне зовёт не надо ходить ну примета такая есть ну вон матушка её зазывает пошли говорит со мной хватит уже пусть батька один остаётся ну так нельзя я отцу какого пойду-ка я в дверь наверно блин а тут нет ничего ай может не надо было в дверь ходить ну вон матушка стоит как в фильме храброе сердце он по полю шёл так рукой там жена с сыном бежали похоже да мама мама это ещё что чё такое чё за радиация чучи гейгера чё происходит откуда этот звук не понял не могу туда пройти сломался что ли до хрена он знает уют зашкаливать начинает охренеть а этого Чё происходит? Блёт истины. Так вот и не может, почему раком-то болею. Какая-то херня радиоактивная в стене была. Ни фига бы. В промежуток между 81 и 87 годами в городе Краматорс в доме по улице Гвардейцев от лейкоза погибло 6 жителей. При тщательном обследовании квартиры специалистами отдела безопасности системы комнаты была извлечена капсула с веществом Цези-137. Излучая около 1800 рентген в год, она стала причиной высокого уровня радиоактивной в трёх смежных квартирах. Охренеть. Капсула попала в бетонную плиту вместе с щебнем из гранитного карьера, куда её по неосторожности уронили геодезисты при работе с радиоизотопным уровнемером. После извлечения капсулы радиационный фон пришёл в норму. Виновные наказаны не были. Офигею, вот это да, блин. А я не слышал о такой истории. Просто как здесь, блин. Люди погибли, да? Охренеть, охренеть, конечно. Грёбаные геодезисты, блин. Это фига себе, блин. Это её с карьера, блин. Привезли в это, замесили, блин. Никто ещё не заметил. И дом построили, блин. Ну это жесть, конечно, блин. Вот это да. Ну вот такая вот игрушка, коротенькая, но приятная такая. Приятная и грустная, конечно. Что, получается, и жена, и дочь умерли. И ещё кто-то там, соседи. А, у соседки муж умер. Ладно, дорогие друзья. На сегодня у меня всё. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok